До сих пор несется шумиха в интернете по поводу интервью Такера Карлсона и Путина. Меня удивляет в этом псевдоинтервью, которое больше похоже на монолог «Одно». Почему диктатор думает, что люди, живущие в 21 веке, должны размышлять как те, которые жили в 12 или 14? Смотреть в сторону Москвы, хотеть сближения. Но можно все переиграть, и каждое слово Путина станет для него фатальным. Вот, к примеру, китайцы, вдохновившись интервью Путина, тоже подумали о возврате исторических территорий. По истории Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную сто с лишним лет назад. Ну а Захарова расхваливает Путина, который целых полчаса читал Карлсону историческую лекцию. Высочайший, я даже не знаю, уникальный уровень знания своей истории продемонстрировал президент России, Владимир Владимирович Путин, когда давал сегодня, не сегодня, давал интервью, которое сегодня было опубликовано. Вы знаете, после того, как на протяжении 20 минут без бумажки, без, кстати говоря, экрана, который обычно стоит у всех американских деятелей, особенно президентов, они ставят экраны себе и читают с него, Владимир Владимирович Путин завалил историка Карлсона таким количеством фактов, без еще раз опоры на текст, что это, на мой взгляд, произвело и на самого журналиста, и на всю аудиторию, ну просто фантастический эффект. До такого дошли, что фантастические факты старика решили показать в кинотеатре в Екатеринбурге вместо фильмов. Интересно, а момент судорогой вырезали? И мне правда есть о чем с вами поговорить, потому что мне, как журналисту, пришлось посмотреть целиком это и не один раз. И я наткнулась на видео, которое мне напомнило два часа этого безумия. Когда, знаете, мы календарь мая, и нет, мы не будем спички, консервы, давай ламы, свет не будет, фотонный фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь, и кто? Алло? Ничего. И страшно. Но каждый человек, прежде всего, 28-й год, когда мы не будем запускать, а потом оп-пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. Камас. Да.